В эфире «Сыскное дело» в студии Алина Чемерес. Здравствуйте! Сегодня в программе я и мои коллеги расскажем о резонансных судебных делах, громких арестах и подведем криминальные итоги недели. На скамье подсудимых четверо граждан стран ближнего зарубежья. В Самарском областном суде стартовал процесс о жестоком убийстве полицейского Андрея Гошта и пятерых членов его семьи. Новость об ужасном преступлении шокировала всю страну в конце апреля. Как полагали сначала, расправу над полковником и его родными совершили из мести. Но сейчас следствие утверждает, причиной всему обычный грабеж. В материалах резонансного дела разбиралась Лариса Шалафаст. Подсудимых Ахмадова, Фаталиева, Бабаева и Захрабова быстро проводят в зал суда. Предварительное слушание по делу убийства семьи Гошт проходит в закрытом режиме. Окончание заседания дожидаются родственники. Жена одного из подсудимых, Ахмадова, которого считают одним из организаторов преступной группы, говорит, не верит, что муж мог пойти на убийство. Дом он у нас был с вечера, наверное, с 10, 12, по-моему, он приехал. И до утра дома. К утром уехал, как обычно, на работу. Там я уже ничего не могу сказать. То есть вы считаете, что он не мог совершить это? Нет, не мог. Жертвами убийства в селе Ивашевка ночью 24 апреля стали 6 человек. Это Андрей Гошт, его жена, родители, брат и его супруга. Спящих людей насмерть забили дубинками. Выжила только 7-летняя племянница полицейского. Как позже признались преступники, целью налета был грабеж. С места преступления похищено имущество на сумму 200 тысяч рублей. Подозреваемых в кровавые бойни задержали 1 мая. Им предъявлено обвинение в массовом убийстве, покушении на жизнь малолетней и в совершении разбойного нападения. На этапе следствия они сотрудничали. Поскольку они показали, где именно были похищены вещи, они полностью рассказали об обстоятельствах совершенного преступления, показали, как они это совершают. Также были найдены похищенные вещи. То есть они признавали свою вину. То есть все абсолютно признавали? Частично они все признавали свою вину, потому что у них возникал вопрос о том, кто именно наносил удар, от которых последовала смерть потерпевших. О том, что подсудимые частично признают свою вину, говорят и адвокаты. Он признает вину в части того, что да, он там находился. Действительно, были нанесены удары, но полностью и 105-ю мы не признаем. Конкретно именно ударов, которые причинили смерть, он не наносил. Однако, когда подсудимых выводили из зала, перед камерами они во всеуслышание заявили, что себя виноватыми не считают. Признаете вину свою? Нет, конечно. Содержание подсудимых под стражей суд продлил еще на три месяца. Двое из обвиняемых выбрали суд присяжных. Формирование коллегии присяжных заседателей назначено на 7 ноября. Сотрудники областного управления ФСБ не допустили выезд в Сирию студента Тольяттинского государственного университета. Молодому человеку 18 лет. Он гражданин одной из среднеазиатских республик. По-русски говорит плохо. По данным силовиков, в начале октября его через интернет завербовали члены запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Молодой человек должен был пройти обучение в специальном лагере и затем воевать в Сирии на стороне террористов. Студента задержали во время очередной профилактической проверки ФСБ. Заведено уголовное дело. Ведется следствие. Жителям дома на Самарской за право проживать в своей квартире приходится судиться с собственными соседями. Такой выход людям предлагает компания, которую подозревают в двойной продаже жилплощади. История длится уже несколько лет. Новые претенденты, накупленные другими людьми квартиры, уже добились выселения двух семей. Среди тех, кого могли выставить на улицу, чуть не оказалась и вдова заслуженного артиста России Александра Амелина. Наш репортаж из зала суда. История Джамилеи Ефаровой началась несколько лет назад. В 2013-м она купила квартиру в историческом центре города, у застройщика. Но когда пришла оформлять собственность, оказалось, что на ее жилплощадь претендуют и другие владельцы. Начались тяжбы, которые женщина проиграла, и ее вместе с дочерью выселили. Взамен двушки женщине предложили однушку, несколькими этажами выше. Пообещали, проблемы закончились. Уверяли на тот момент, что квартира свободная и чистая. Показывали документы о том, что она чистая. Я сама делала запрос в реппалату. Мне пришел ответ, что она чистая. На мою фамилию пришел ответ. И потом уже в суде Ленинском выяснилось, что квартира принадлежит другому человеку. Другим человеком оказалась Ингрид Амелина, вдова заслуженного артиста России Александра Амелина. Узнав, что на ее квартиру претендует соседка, была в шоке. Женщина покупала жилплощадь также у застройщика, ЗАО ЭДС. Тогда ничего подозрений не вызвало. Договор подписывался при мне, не через какие, вторые, третьи лица. Прямо напрямую. Квартиру показывали они сами лично, перед покупкой. Договор был зарегистрирован в реппалате. После этого были перечислены финансовые средства на счет ЗАО ЭДС, на что имеются чеки официальные и официальные кассовые ордера. О том, что ее квартира была продана дважды, Амелина узнала год назад. Тогда право собственности суд признал за ней. Таких, как Ингрид, по словам ее адвоката, в доме немало. В мутном деле могут фигурировать десятки квартир. По этой схеме, кроме Ефаровых, выселили еще одну семью. Как оказалось, одни и те же квадратные метры одновременно с застройщиком ЗАО ЭДС продавал и подрядчик «Спектр Плюс». Но якобы договор между двумя организациями предполагал не передачу квартир, а право подрядчика найти дольщика на покупку жилплощади. К этому договору есть приложение. В нем перечень квартир, которые ЗАО ЭДС будто бы передает «Спектр Плюс». По ходатайству Амелиной была судом проведена судебная комплексная почерковическая и техническая экспертиза, которая установила, что подпись директора ЗАО ЭДС Курлыкова в приложении номер один к тому самому договору 25.03.2005 года не принадлежит Курлыкову, а принадлежит неустановленному лицу. Мы в самом начале, Ваша честь, утверждали в заседании, что это не Курлыков. Но почему-то во все СМИ и в правительственных органах написали, что мы поделали подпись Курлыкова. На самом деле это Шепель, который имел право подписи, и у нас есть форма 2, форма 3, сданная в налоговый орган, где написан сам Шепель, и имел право подписи, и он состоял в учредителях. Право собственности на квартиру суд снова признал за Ингрид Амелиной. Джамиля Ифарова намерена бороться дальше, но только не за квартиру соседки, а за свою, которую три года назад купила в ипотеку и где сейчас живет на птичьих правах. Новые владельцы разрешили ей вернуться, но вот надолго ли? Вопрос риторический. Самарские зоозащитники бьют тревогу. Они подозревают, что незаконный цех по забою собак продолжает свою работу. Речь идет о частном доме на Южном проезде. В июне силовики обнаружили там клетки с собаками и разделанное мясо. Цех работать перестал, а уголовное дело закрыли, не найдя состава преступления. Однако очевидцы уверяют, после того, как шумиха улеглась, четвероногих снова стали приводить к частному дому. Андрей Горгуленко провел журналистское расследование. Раненый пес Сайгон, добродушная девочка Алабай Сури и маленький кутенок, побаивающийся людей. Ему еще не успели дать имя. Сейчас эти собаки в безопасности, за ними ухаживают и кормят. А еще недавно они сами могли стать для кого-то деликатесом. На Южном проезде, рассказывают работники приюта, они обнаружили ферму, которая напомнила им картину из фильмов ужасов. Там стояли морозильные камеры, в которых хранилось мясо непонятного содержания. Там прямо на полу стояла циркулярная пила, стояла мясорубка. Возле двора была найдена маленькая собачья челюсть и также хвост собаки. Работники приюта обратились в полицию, чтобы правоохранительные органы вновь организовали проверку частного дома. В июне здесь уже обнаружили незаконный цех по забою собак. Нашли 11 живых четвероногих и уже разделанное мясо. Тогда возбудили уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». Однако его прекратили за отсутствием состава преступления. Подпольную собачью ферму закрыли, но зоозащитники уверены – цех еще работает. В силу того, что прокуратура вынесла отрицательные решения, я стала периодически сюда опять заново приезжать. Наша съемочная группа отправилась на южный проезд. Хозяина фермы успеваем застать на месте. Уроженец Вьетнама показать свое владение согласился сразу. В сарае выпиющая антисанитария. В коридоре много всякого хлама и мусора. А за дверью в грязном помещении поросят и куры. В соседнем помещении морозильные камеры. И, как говорили в приюте, мясорубка прямо на разбитом бетонном полу. Но улик, доказывающих, что здесь и сейчас забивают собак, нет. Сам хозяин утверждает, что перестал заниматься незаконной деятельностью. Просьбу открыть багажник своей машины Вань Таньхау тоже встретил без сопротивления. И уехал на рынок торговать утками и зеленью. Но защитники животных продолжат борьбу с живодерами. В интернете идет сбор подписей под петицией, которая требует остановить работу цеха по забою собак. Сейчас за это высказались уже более 4 тысяч неравнодушных граждан. Самарские зоозащитники, как и их соратники по всей стране, поддерживают требования ужесточить закон о жестоком обращении с животными. Волна народного возмущения всколыхнула страну после истории с хабаровскими живодерками. Самарские блюстители прав четвероногих присоединились к фотофлэш-мобу, посвященному защите животных. А 5 ноября собираются выйти на митинг. Самара, на самом деле, после всего происходящих последних событий, очень в шоке. И сейчас подписываем петиции, создаем свои. Плюс по хабаровску, по местным событиям, то, что собак сдавали на мясо, продают. Мы привыкли, что собака – это друг человека, и как можно над этим издеваться? Это живое существо. На этом у нас все. Вы смотрели «Сыскное дело». Будьте внимательны и берегите себя. До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова